Всем привет ребята меня зовут богатейший ди знаете что такое security токены это цифровые аналоги ценных бумаг простым языком они представляют собой долю базового актива как например акция apple купив которую вы становитесь владельцем небольшого кусочка яблочного пирога конечно же токенизированные ценные бумаги как новый класс активов способны на гораздо большее но одновременно с этим их законность до поры до времени стояла под большим знаком вопроса однако уже в 2018 году всем известная комиссия по ценным бумагам и биржам сша стала регулировать данные токены как ценные бумаги а значит выпуск таких токенов должен сопровождаться обязательной регистрации без этой регистрации компания не сможет выпускать и продавать свои токены но ведь остаются еще и utility токены которые не выполняет функции ценных бумаг а значит не подпадают по требования сек кстати большинство и все продают именно такие токены именно по этим причинам открыв coin market cap и просто посмотрев топ-3 цифровых актива мы сразу же замечаем xrp и вспоминаем вечный спор ripple это utility токен или security ответ на этот вопрос изменит многое кстати возможно есть смысл применить тот самый тест хауи к токенам чтобы понять являются ли они ценными бумагами но об этом мы поговорим чуть позже кстати можете поставить видео на паузу чтобы прочесть что это за тест такой дэвид шварц технический директор ripple а недавно выступил на конференции с трудно выговариваемым названием sxsv или sxsw очень поправьте меня в комментариях если я что-то не так сказал на этой встрече дэвид шварц объяснил почему xrp не является ценной бумагой или security токеном но все мы помним что важные шишки в штатах уже не раз выступали с заявлениями что и токены xrp являются ценными бумагами а значит их выпуск нарушает законодательство сша в этой сфере учитывая то что xrp до сих пор не зарегистрирован как ценная бумага мы как пользователи не можем быть уверенными в безопасности этого токена кстати говоря такая же история касается и эфира но для того чтобы вы поняли всю суть дела вам стоит послушать самого дэвида шварца так давайте перейдем к этой статье в конце видео я поделюсь с вами своими мыслями по этому поводу но прежде чем приступить к анализу сказанного генеральным директором ripple хочу напомнить что купить или продать xrp вы можете с помощью нашего мониторинга обменников и к счастью сумму как обычно ссылка будет в описании под видео я буду очень рад вас там видеть в последние годы компания ripple была не раз опрошена относительно юридического статуса цифрового актива xrp можно лишь считать xrp ценной бумагой или это просто манипуляция которую рынок распространяет вокруг этого токена в остине что находится в техасе технический директор ripple дэвид шварц объяснил почему xrp не считается security токеном xrp это не ценная бумага заявил дэвид шварц шварц объяснил как был создан xrp и как он связан с ripple как сообщает decrypt шварц сказал что xrp был создан когда артур бритта джет маккалеб и крис ларсен построили реестр xrp в 2011 году шварц также был в этой группе людей тем не менее ripple лэпс была также создана маккалебом и ларсеном эти два человека подарили нам токены которые они создали и продали чтобы основать свою компанию таким образом получается ripple это айсио комиссия сша по ценным бумагам и биржам пыталась как-нибудь контролировать такие айсио которые выпускают и незарегистрированные ценные бумаги на рынок тем не менее уильям хинман директор сек говорил что не bitcoin и не эфириум не являются ценными бумагами перед аудиторией шварц ответственно заявил мы получили документы от некоторых организаций сек недавно говорила как они будут думать о принятии решения о том как эти токены соответствуют законам о ценных бумагах но больше от них ничего не было слышно он продолжал говорить что трудно решить применим ли тест хауи криптовалютам впрочем говорил шварц на данный момент всем удобно считать xrp не ценной бумагой но рано или поздно комиссии придется принять конкретное решение по данному вопросу ripple также сталкивается с различными групповыми исками от инвесторов в калифорнии и все по причине того что компания не зарегистрировала токен xrp как ценную бумагу ребята мне кажется что пока что не существует ни одного разумного адвоката который действительно хотел бы участвовать в этом деле да потому что из самого дела по сути нет есть некоторые инвесторы которые жалуются на то что они потеряли деньги на инвестициях в xrp и почему-то пытаются столкнуть на ripple ответственность за это очень сильно напоминает то как некоторые люди обвиняют блогеров во всех своих бедах но мы все несем ответственность за свои поступки ведь все свои решения мы принимаем сами и взрослые люди должны это понимать когда вы инвестируете то именно вы ответственны за свои инвестиции у них не было проблем с рипл когда их инвестиции росли и поэтому у них не может быть проблем с риплом только потому что весь криптовалютный рынок переживает и непростые времена но ребята я думаю рынок продолжит справляться с проблемами и кстати говоря в последнее время он выглядит достаточно стабильно на этом у меня все меня зовут богатейший дип подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте делитесь видео с друзьями обязательно богатейте до скорого богатейте до скорого